Приветствую. Инвестиции с нуля на фондовом рынке России. Это уже третий выпуск. На текущий момент портфель выглядит следующим образом. Он даже немного подрос. 953 рубля прибыли прироста. Это, напомню, примерное значение, поскольку у меня таблица обновляется не в реальном времени. Задача портфеля обеспечить дивидендами мои ежемесячные расходы. И мы остановились на том, что покрытие расходов дивидендами у меня составляет 0,13%. Но оно растет, и это радует. Что ж, я решил записывать такие видео чуть реже, чтобы канал не захламлялся только такими роликами. Я думал, что пару раз в неделю буду инвестировать, по чуть-чуть, понемногу, и выкладывать на YouTube. Но думаю, что это будет излишне, и вам будет не очень интересно смотреть на разницу в 0,05% при движении к цели. Поэтому буду записывать такой материал, может быть, раз в недельку максимум. Соответственно, я хочу инвестировать те деньги, которые у меня сейчас имеются на счету, 175 тысяч рублей, разом в акции. Ну, практически разом получается вот сейчас. И на следующей неделе я суммарно за два пополнения хочу свой брокерский счет уже заполнить своим портфелем. И он выглядит на БКС вот так. 175 тысяч рублей. Получается, я сейчас разделяю на две части. Одну сейчас инвестирую, одну чуть позже, где-то через неделю. Соответственно, на 87,5 тысяч рублей я сегодня покупаю акции. И мой портфель наконец-то уже будет приближаться к тому виду, который я хочу иметь. Что ж, давайте будем по порядку скупать все, что у меня есть в плане. Потом посмотрим, как ожидаемые дивиденды мои растут, сколько они покрывают процентами моих расходов и чего там можно ожидать далее. Но перед этим еще должен упомянуть, что мой баланс здесь вырос внепланово. Я сюда пополнил сумму, которая у меня затерялась на моем банковском аккаунте. Я пользуюсь в рамках онлайн-банка Тинькофф, и там есть такая штука, как инвесткопилка. У меня там с каждой транзакции по чуть-чуть, и там раз в день какая-то копейка улетала в эту самую инвесткопилку, которая скрыта. Я даже забыл о ней, не помнил, когда я ее подключал. И там что-то 90 с чем-то тысяч рублей мне скопило, все, я их решил сюда закинуть. Это я напоминаю для того, чтобы вы, когда ставили перед собой цель выйти на финансовую независимость, чтобы вы дивиденды покрывали ваши затраты, чтобы вы жили на пассивный доход. Вдруг получили какой-то приятный бонус, премию, какую-то, не знаю, 5000 рублей в кармане нашли. Я про это уже говорил, примеры-таки приводил. Эти деньги внеплановые, которые пополняли сразу на бирже и покупали акции. Соответственно, я то же самое сделал и сейчас. Перед тем, как я начну покупать акции, напомню, что инвестирую я через БКС. Тотоп-один брокер в России по объему активов клиентов. И он бесплатный, комиссия 0% при подключении за покупку ценных бумаг. Я, то есть, комиссии вообще не плачу и 0 рублей в месяц для меня стоит тариф. Я рекомендую вам тоже завести брокерский счет по ссылке внизу. Это лучший брокер в России на данный момент. Открывается брокерский счет за 5 минут просто онлайн по паспорту, если вы граждане Российской Федерации. Плюс за вами закрепится еще персональный менеджер, финансовый консультант. Его зовут Сергей. Его закрепили за ребятами, кто с моего канала по реферальной ссылке внизу заводит себе аккаунты. Вы заведете счет себе за 5 минут. Он ничего стоит для вас не будет. С вас ничего не спишут. То есть, вы можете им начать пользоваться тогда, когда захотите. Ну и покупкам ценных бумаг вы ничего абсолютно не платите. Вы платите комиссии только с продажи. И то для вас будет выгодно. Комиссия очень низкая. Если только у вас оборот больше, чем 250 тысяч рублей в месяц. В таком случае подключите себе тариф трейдер за 300 рублей в месяц. Он будет выгоднее. Ну это если вы активно торгуете. Я, например, в рамках данной рубрики только покупаю активы. И я вообще комиссии никакой не плачу. Где-то, может быть, раз в год буду делать ребалансировку, что-то продавать. Тогда, соответственно, уже задумаемся по объему. Посмотрим, может быть, другой тариф себе подключу. Что ж, заходим на таблицу. В таблицу и смотрим. Значит, на рильский никель я должен купить на, получается, сколько это? На 5, чуть меньше, чем 5%. У меня на балансе 175 тысяч рублей. Ну, вернее, на общем-то счету 232 тысячи. Давайте вот это тоже учитывать. 232 тысячи 225 умножаем. Я это считаю в калькуляторе, поскольку таблица у меня сейчас автоматически не пишет, сколько мне нужно сюда вложить. Я пока что до этого не дошел. Руки у меня до этого не дошли сделать автоматическое отображение. Поэтому буду считать вручную. Ну, где-то примерно на 11 тысяч рублей я должен купить на рильский никель. Заходим в БКС. Рынки. Норильский никель. И покупаем его. Сколько он там, получается, стоит? 15700 рублей. Это будет, если я одну акцию куплю чуть больше, чем я должен по плану сделать. Ну, ничего страшного в этом нет. Купить. Заявка исполнена. Отлично. Идем дальше. Суммарно, еще раз напомню, что-то типа 80 тысяч рублей я сегодня должен вложить. Поэтому по порядку будем покупать акции ТАТ нефть. Я должен взять чуть больше на 6%. Ну, у меня получается 232 тысячи. Умножаем на 0,0608. Это получается 14 тысяч рублей у меня есть на акции ТАТ нефти. Привилегированные будем покупать. Купить. Я беру все по рыночным ценам. Не заморачиваясь с обоставлением лимитных заявок. Так, это он стоит, получается, 500 рублей. Мне нужно будет купить его на 15 тысяч. Ну, где-то на 30 штук мне хватит. Проверяем, что все правильно. У меня здесь открыт еще индивидуальный инвестиционный счет. Я на него ничего не покупаю. Его везти я не буду. Мне удобнее именно обычный счет пополнять. А вот для частного инвестора в России, обычного, простого, будет выгодно именно использовать индивидуальный инвестиционный счет, чтобы на 50 тысяч рублей в год увеличить свой пассивный доход за счет вычета налогов. У меня НДФЛ уплачено мало, поэтому смысла мне в этом немного. Ну, хотя я недвижимость продаю. Там, конечно, НДФЛ я уплачиваю. Но об этом я задумаюсь чуть позже. Мне гораздо важнее все-таки иметь возможность быстро обращаться с деньгами, а не долго закрывать этот счет индивидуальный инвестиционный, чтобы какие-то деньги оттуда вывезти. Мне все-таки ликвидность важнее в моем случае, поэтому индивидуальный инвестиционный счет я не введу. Так, идем дальше. Тотнефть купили. Ростелеком должен взять на 6,7%. 232 тысячи умножаем на 0,067. Получается 15500 рублей Ростелеком. Берем. Акция Ростелеком остается 72 рубля. То есть, сколько это я смогу купить, позволите. А, тут один лот 10 штук. 10 штук. Я думаю, почему я 200 ввожу. 140 тысяч, мы опросим 10 штук, один лот. Ну, где-то получается 21 лот. Это 210 акций. Покупаем Ростелеком. Отлично. Сделка исполнена. Идем дальше. Интер Рао. Я должен взять на 5,4%. Чуть меньше, чем 15 тысяч. 14 тысяч рублей получается. Интер Рао вообще стоит 4 рубля. Покупаем. Один лот это 100 штук. То есть, 417 рублей. И мне его нужно купить на 14 тысяч... 34 лота возьмем. Это получается 3400 акций. Заявка исполнена. Замечательно. Так, давайте посмотрим, что у нас там как раз с портфелем происходит. Из вводных денег осталось 115 тысяч рублей. Было 175. Еще получается, я могу купить Лен Энерго. И давайте группу Черкизова еще сегодня возьмем. Лен Энерго берем на 5,4%. Ну, примерно 15 тысяч рублей тоже. Ну, и Черкизова. Не 15, а 14 тысяч рублей. А вот группа Черкизова уже там на 15 на 16 тысяч возьмем. ЛСНГ тикер. Заходим в рынки. Так, привилегированные или нет? Я, кстати, когда анализировал компанию, не обратил внимания, что у нее есть акции привилегированные. Возможно, там дивидендная доходность будет повыше. Это нужно посмотреть. Но давайте я уж в плане написал покупать обычные. Ага, кстати. Текущая цена 15 рублей. Лен Энерго мне пишет. 15 рублей это... Это не привилегированные акции. Ну, давайте я буду брать их. Надо, кстати, проверить информацию по тем компаниям, где я не посмотрел возможность наличия привилегированных акций. Какие там условия по дивидендам. Возможно, они будут выгоднее. Ну, давайте пока что будем покупать то, что... Написано в плане. Ага, у нас торги закрылись. Да, то есть я не смогу купить по рынку. Почему они закрылись? Там же еще было 2 часа. Ну, давайте группу Черкизова посмотрим. Тоже не могу купить. Мне показалось, видимо, что тут была у меня возможность еще пару часов покупать. А прям под закрытие сегодня решил выставлять заявки. Ну, ладно. Значит, на следующий раз оставим полностью дополнение своего портфеля. Я сейчас запишу то, что купил на данный момент, хоть и по плану вышло чуть меньше, чем хотелось бы. Мои сделки отображаются вот здесь, вот в правой части экрана. И я их заношу в таблицу. Данные по портфелю только что в таблице обновил. И сейчас видно, как эффективно увеличиваются мои показатели по портфелю и как быстро я движусь к своей цели, какими быстрыми темпами. При том, что я инвестировал достаточно немного, покрытие расходов дивидендами увеличилось практически вдвое. Ну, поскольку я в два раза больше как раз денег сейчас разом и вложил из-за того, что сверх пополнение было, во-первых. Во-вторых, я чуть больше начал за один такой выпуск денег вкладывать. Ну, и там за следующий выпуск еще, наверное, где-то почти вдвое увеличится покрытие расходов дивидендами. И обратите внимание, сейчас-то цифра смешная. Что-то там типа четверть процента, даже если это будет полпроцента, это цифра, казалось бы, смешная. Но это за четыре выпуска, это там за один месяц инвестиций. А я напомню, что если предположить, что я трачу ровно столько же, сколько и зарабатываю, но сверх того, например, мои расходы покрываются дивидендами на, ну, даже если на 10%, то обычно считается с точки зрения финансовой грамотности, что очень хорошо откладывать от дохода на инвестиции 10%, поскольку к, там, к пенсии условной через 10, через 20 лет, вот эти 10% от твоего дохода, они достаточно солиный капитал тебе могут сколотить. И, по сути, если у меня покрытие расходов дивидендами будет составлять уже, ну, хотя бы 10%, то я ничего даже если пополнять из своего кармана не буду, буду только получать дивиденды несколько раз в год и реинвестировать их в свой портфель, это уже мне обеспечит солидный капитал только в рамках этого портфеля через десятилетия, через 20, через 30 лет, а я все-таки буду продолжать ввести эту рубрику и, ну, в зависимости от моего дохода, часть его направлять на инвестиции в рамках этого дивидендного портфеля. И в таком понимании, там, полпроцента, четверть процента покрытия расходов дивидендами, это уже кажется достаточно хорошим результатом. Ну, то есть, по сути, моя задача, ну, хотя бы до 10% показатель это довести. Если я бы доведу до 100%, ну, это, считайте, уже успех, я уже могу лежать, ничего не делать абсолютно, и все мои расходы будут покрывать только один этот портфель. Я напомню, что, ну, я, естественно, не все свои деньги, которые у меня имеются, я вкладываю сюда. Далеко не все, все-таки у меня основной портфель моей активности, моих активов, извиняюсь, это недвижимость. И что еще интересного примечательного здесь есть, P&L вылез из отрицательной зоны, он сейчас составляет 600 рублей, чуть упал, был под 1000 в начале этого видео, потому что, как только я купил акции, которые только что внес в портфель, они показаны в минусовой зоне, хотя на самом деле они около нулевого значения, из-за того, что у меня в таблице обновляется информация не в реальном времени. То есть, помните, я говорил в прошлый раз, что тоже, когда я купил акции, мне показало минус 110 рублей, я так и занес. Однако уже на следующий день обновилась информация, и моя доходность там составила 0 рублей, ну, там даже чуть-чуть в плюс, потому что рынок вырос на следующий день. Сейчас получается, что мой P&L, Profit and Loss, нереализованный, он чуть упал, но, по сути, завтра уже он вернется к отметке в 1000 рублей, даже если рынок останется на том же уровне. Просто потому, что данные потянутся, обновятся, но я их, получается, с небольшой задержкой сюда записываю. Так или иначе, видим, что из отрицательной зоны портфель вылез. Теперь я хочу сделать еще раз акцент на том, что на самом деле нехорошо с точки зрения долгосрочного дивидендного инвестора, нехорошо, когда портфель растет. Почему? Потому что чем дольше и больше в начале твоего пути твой портфель будет находиться в отрицательной зоне, тем по более выгодным ценам ты каждый раз акции будешь покупать. И, соответственно, если я, например, лет 5 первое, сколько инвестирую, буду в минусе, в большом, я все эти 5 лет, получается, буду покупать акции, которые падают, а потом, допустим, они растут даже в 2 раза. У меня резко все мои инвестиции за 5 лет удваиваются, ну и получается, что если будет пассивный доход там около 10% на уже удвоенный капитал, на вложенные деньги, это будет уже 20% годовых, например. Наоборот же, если как только я начинаю инвестировать, мой портфель растет, это значит, что с каждым разом я акции покупаю все дороже, дороже и дороже. И в начале пути это нехорошо. Ближе к концу пути, когда ты уже подошел к своей цели, это рост, имею в виду, капитала, это значительный плюс. И, допустим, если я резко удвоюсь там лет через 5 после начала инвестиций, то я, может быть, даже задумаюсь насчет того, чтобы вывести все свои средства, которые там за 5 лет я тут скопил и удвоил резко за, не знаю, там за месяц или за год, смотря за какой период акции резко скакнут. Но, однако, в рамках дивидитного портфеля все-таки такой цели не преследуется по увеличению капитала, и P&L я просто публикую здесь для интереса, чтобы следить за результатами портфеля. Видим, как растет сумма моих инвестиций. То есть, если в первом выпуске я вложил суммарно 35 тысяч рублей, потом 56 тысяч рублей чуть-чуть докупил. Сейчас уже 115. На следующем, на следующей неделе, на следующий выпуск я вложу уже еще 115 тысяч рублей сверху. Ну и, по сути, мой пассивный доход должен быть тоже двоится, поскольку сумма инвестиций вырастет в два раза. Ну, где-то полпроцента я уже буду своих расходов дивизионами ожидаемо покрывать. А я напомню, что мы находимся в российском, в российской зоне, на российском фондовом рынке. Получаем дивиденды в рублях. Рубль сейчас падает. Очень много компаний из моего портфеля, в том числе, завязаны под курс валюты. И при росте курса валюты доходность в рублях будет расти. Соответственно, дивиденды тоже будут увеличиваться. Естественно, не сразу, не завтра, не послезавтра. Вероятно, даже и не через год, но на большой дистанции дивиденды в рублях будут расти. Меня спрашивали в комментариях, почему я там не рассматриваю компанию типа какой-нибудь условный МТС или что-то типа него. В том числе, потому что я, когда собирал портфель, смотрел на финансовые показатели компании. Показатели компании МТС меня не удовлетворили. А те компании, что находятся в моем портфеле, они по стабильности выручки, стабильности прибыли, рентабельности, по сумме кэша на счету, в том числе и по другим показателям удовлетворяют меня. То есть, при обвале курса рубля я ожидаю, что компании из моего портфеля начнут получать больше выгоду и увеличивают свои дивиденды. То есть, по сути, если я полпроцента, ну, окей, сейчас 0,25, да, но через неделю хочу вложить еще столько же денег и ожидаемо около полупроцента своих расходов я уже буду покрывать, то, например, рубль падает в два раза, там, за даже пару-тройку лет. Нет, вероятно, мой дивидендный доход вырастет в два раза как минимум только на этом, а все-таки компании имеют какую-то тенденцию к развитию, не только на уровень инфляции, я посмотрел, не все, конечно, да, но в общей степени они развиваются. И мои ожидаемые дивиденды, вероятно, будут расти только за счет того, что компании будут развиваться. К чему я это говорю? К тому, что даже если я перестану инвестировать, дивиденды будут расти. Тут еще важный момент и нюанс, что, конечно, я и расходы свои пишу в рублях, однако живу не в России, и от негативной динамики курса рубля я буду страдать в том смысле, что мои расходы в рублях будут увеличиваться. И, соответственно, покрытие расходов дивидендами как раз-таки с этой точки зрения расти не будет, но оно плюс-минус друг друга покрывает. Если я, допустим, перееду в будущем обратно в Россию, то это сыграет мне на руку, и это будет плюсом. Зарабатываю я, в принципе, тоже не в рублях. У меня есть рублевый доход, кстати, часть, которую я как раз-таки сюда опускаю. Но в целом, поскольку я зарабатываю не в рублях, я зарабатываю в долларах, торгую на бирже криптовалют и покрываю с лихвой все свои расходы ежемесячные, то меня это не особо пугает. Все-таки эта цель такая, ну, не сказать, что прям шуточная, конечно, но не основная. И просто будет приятно увидеть здесь покрытие, ну, хотя бы, как я сказал, на уровень 10%. А по сути, если моя задача первая, до 10% довести покрытие своих расходов дивидендами, то инвестируя на следующей неделе еще столько же в данный портфель, и увидев здесь цифру в 0,5%, по сути, я, ну, где-то одну двадцатую пути до покрытия расходов дивидендами в 10% уже прошел. Это достаточно хороший сигнал, хороший знак. Ну, и там где-то за годик, за полтора я уже доведу этот показатель до 10%. Ну, если, допустим, теми же темпами сохраню и свои расходы, и пополнение портфеля, ну, там еще и дивиденды будут постепенно приходить. Через уже 2-3 года там будет прирост достаточно заметный. Короче, динамика мне нравится. Продолжайте смотреть эту рубрику на моем канале, подписывайтесь, если еще этого не сделали. И не забывайте, что по ссылкам внизу есть другие соцсети. Мне немножко какую-нибудь картинку вывел. Там Telegram, Instagram по ссылке внизу. Можете сканировать этот QR-код и подписаться на Telegram-страницу. Соответственно, там контента я публикую больше. Не забывайте про регистрацию на БКС. Лучший брокер в России. Инвестирую я через него. Я всех призываю инвестировать через него. В старых видео я показывал деньков инвестиции. Раньше это был лучший брокер в России. Сейчас он скатился. Я никому не рекомендую использовать его. Но, по сути, в России выбора-то особо не стоит. Либо ты через деньков инвестиции инвестируешь, либо через БКС. Остальные компании, ну, скажем, мягко говоря, так себе в этом плане. Поскольку деньков инвестиции сильно скатился. Комиссии выросли. Скрытые комиссии в том числе выросли. Всякие сомнительные штуки там рекомендуют вкладывать. Не советую пользоваться деньков инвестиции. Вы там сильно урежете свою потенциальную доходность. АБКС вообще без комиссий инвестируете и получаете результат. Что ж, подписывайтесь на канал. Удачи!